Тема доклада «Модель построения канцер-регистра на примере федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия». Я представляю Институт эпидемиологии рака Университета города Любек, Германия. Прежде чем описывать современную ситуацию, короткая историческая справка. С 1926 года в Гамбурге ведется популяционный канцер-регистр, но германскому правительству потребовалось порядка 70 лет для того, чтобы на федеральном уровне принять закон о повсеместной популяционной регистрации онкологических заболеваний. Цифры в течение 1-2-3 лет регистры заработали и, соответственно, после того, как была налажена популяционная регистрация всех онкологических заболеваний, встал вопрос о переводе системы на качественно новый уровень, чтобы регистрировать не только заболеваемость и считать выживаемость, но и вести учет уже всех параметров лечения пациентов. Соответственно, с 2016 года на законодательном уровне появилась обязанность ввести популяционные регистры с клиническими параметрами. Вся эта работа происходит, безусловно, в сотрудничестве с мировыми и европейскими ассоциациями канцер-регистров. Все канцер-регистры Германии, поскольку там это также федеральная структура, как и в России, соответственно, все субъекты федерации имеют свои собственные канцер-регистры, но они объединены в ассоциацию, где осуществляется интенсивный обмен опытом, чтобы каждому не нужно было заново изобретать велосипед, чтобы все работали по каким-то единым стандартам и могли от имени сообщества канцер-регистров представлять свои интересы в соответствующих государственных и правительственных органах. Итак, чего удалось добиться современное законодательство Германии в плане канцер-регистрации? Первое. По законам обязан быть проведен учет всех случаев рака в определенном регионе, за который отвечает канцер-регистр, включая все терапии, все рецидивы, смертность и набор клинических параметров. Обязан проводиться анализ данных, обратная связь с клиницистами, обмен данными с другими регистрами, то есть если пациент приехал в соседнюю область лечиться, то, соответственно, между двумя канцер-регистрами должен быть произведен обмен данными, чтобы не только лечебные учреждения, но и по месту регистрации пациента канцер-регистры обладали данными. Междисциплинарное сотрудничество должно быть усилено, чтобы специалисты всех, профессий, участвующих в лечении пациента, работали согласованно. Анализ качества работы на уровне учреждений, в том числе сравнительный анализ работы учреждений, но вот пока этот вопрос, поэтому сегодня я и спрашивал, насколько это публично, пока этот вопрос решается на уровне анонимного сравнительного анализа, где каждый видит, где он находится, но он не видит, кто выше, кто ниже, соответственно, гарантируется конфиденциальность данных. И следующий этап предоставления данных, собранных канцер-регистром, именно для реализации прозрачности в области здравоохранения и для проведения медицинских исследований. Здесь, опять же, каждый подобный запрос проходит через систему разрешительную, насколько он, и объем данных, выделяемый к тому или иному исследователю, анализируется прежде, чем доступ к этим данным будет предоставлен. Условия работы регистра. Значит, любой медицинский работник обязан при контакте с онкологическим пациентом уведомить канцер-регистр о том, с кем он был в этом контакте и по какому поводу. Документация должна происходить обязательно в электронном виде. Существует общенациональный единый набор данных, то есть это порядка 250 параметров общего характера, плюс специфические модули по органам, грудь, простата и так далее и тому подобное, где есть какие-то элементы, которые обязательно необходимо учитывать при лечении именно этого заболевания. Далее, значит, возможность обмена данными между регистрами и устойчивое финансирование работы. В данном случае 140 евро получает именно регистр для обработки одного онкологического случая. 90% от этой суммы оплачивается системой медицинского страхования, государственного или частного. 10% соответственно платится правительством субъектов федерации. Данные элементы являются необходимыми для того, чтобы в федеральной структуре канцер-регистры все-таки могли работать. Еще не указал я здесь, помимо финансирования канцер-регистра, страховые компании оплачивают расходы, которые несут клиники по уведомлению канцер-регистра. То есть отправка диагностического сообщения стоит какую-то конкретную сумму X, отправка сообщения патологоанатома, соответственно, также возмещаются расходы на данную процедуру. Ядро регистра – это электронная система регистрации. Мы сегодня видели замечательные российские примеры. Я расскажу немецкий вариант, который несколько отличается. В первую очередь именно потому, что системы онкологической диспансеризации в Германии не существует, диспансеров там совершенно все по-другому. И плюс закон о защите персональных данных там несколько дольше существует, чем в России, и, соответственно, правоприменительная практика немножко по-другому работает. В том числе сейчас еще новая директива Европейского Союза, которая также обязана соблюдаться в странах с традиционным орденгом, так сказать, типа Германии. Таким образом, регистр изначально разделен на два – территориально, юридически, на центр доверия, траст-центр, сейчас в России принято употреблять слово, и центр анализа, то есть именно уже регистр. Траст-центр принимает уведомления, сохраняет личные данные пациента. Таким образом, следующее уведомление может быть привязано к тому же самому пациенту в том случае, если о нем уже что-то сообщалось. И после этого передает эпидемиологические, клинические данные уже в регистр без каких-либо данных, идентифицирующих данного человека. Таким образом, регистр не знает ничего о человеке, данные о котором он собрал. Эта информация есть только в трраст-центре, но при этом в трраст-центре неизвестно, о чем болеет этот человек и что, и так далее. То есть, соответственно, таким образом разделяются данные. Но имеется один-единственный внутренний идентификатор пациента, который позволяет все-таки при необходимости объединить данных через трраст-центр о одном и том же пациенте. И вот сейчас как раз мы и посмотрим на эту схему. Значит, территориальное распределение. Первое – это, собственно, клиника или врач, где и появляются эти первичные данные о пациенте. Далее. Портал для уведомлений. Это не что иное, как веб-сервер, который находится в специально оборудованном для этого защищенном месте и который, в принципе, не хранит никакие данные. То есть, это просто интерфейс для их ввода. Не что иное, как обычный сайт, куда заходит человек, имеющий доступ к интернету. Естественно, соединение защищенное, туннели, авторизации, протоколы и так далее и тому подобное. После того, как лечащий врач ввел данные о пациенте, одна их часть, а именно персональные данные, поступает в трраст-центр на сервер с персональными данными, где проводится проверка на то, есть ли уже какие-то записи об этом пациенте или нет. Соответственно, создается новый пациент, либо дополняются данные к уже существующему, а сервер с клиническими данными и клинические данные уходят на сервер уже в регистр и в аналитический центр. Таким образом, клиника имеет идентификатор пациента для внутреннего учета, плюс персональные данные и клинические данные. В трраст-центре остается идентификатор из клиники, плюс создается идентификатор для регистра, записываются персональные данные, и в регистр уже уходит номер для регистра, плюс клинические данные. Регистр имеет зеркальный сервер для того, чтобы врач мог посмотреть историю болезни своего пациента через этот же портал, то есть введя идентификационный номер клиники, проводится линковка через трраст-центр, после чего зеркального сервера по внутреннему идентификатору регистра врач видит данные, собранные и обработанные регистром по данному пациенту, которые уже могут быть из других лечебных учреждений, плюс качественный анализ, возможные комментарии, сделанные регистром, но при этом врач не видит ни фамилии, имя и отчества пациента, ни его адреса, то есть персональные данные никакие он не видит, поскольку он работает через свой идентификатор. И он не видит, в каких лечебных учреждениях, помимо его собственного, пациент побывал. Для того, чтобы исключить какие-то возможности нездоровой или недобросовестной конференции, он знает, что где-то пациент может быть еще был, какие-то еще анализы были проявлены, но где это было, этот вопрос прерогатива, так сказать, пациента, права выбора лечащего врача и так далее и тому подобное. Вот, собственно, основная идея системы, как мне кажется, она позволяет прийти к компромиссу, с одной стороны, регистрировать действительно все заболевания по всем пациентам и иметь достаточно достоверную информацию, и в то же время добиться компромисса в плане права гражданина на неприкосновенность личных данных и отсутствие какого-то информационного пространства, где история болезни онкологического пациента в полном объеме была бы доступна некоторому количеству людей, да еще и, не дай бог, без согласия этого пациента. Ну и описание возможностей портала концерт-регистра, оно на самом деле достаточно сходно с функциями, которые мы сегодня уже видели из российских субъектов федерации, доступ, как я уже сказал, через интернет-браузер, ввод данных непосредственно онлайн, то есть можно забивать полностью историю болезни, либо есть функция импорта данных, структурированных, указанного формата, чтобы если клиники имеют собственную систему онкологического документирования, эти данные не нужно было еще раз заводить, они автоматически загружаются в систему, вплоть до того, что, допустим, участковый терапевт, который обязан проводить расчеты с страховыми компаниями, имеет уже электронные файлы, описанные структуры, по которым он отправляет данные в страховые компании, и уже из этих файлов может экстрагироваться, извлекаться записи по онкологическим пациентам, соответственно, опять же, избавляем мы врачей от необходимости двойного ввода данных. Ну и вот пример масок ввода для уведомляющего учреждения после авторизации, можно посмотреть, сколько уже отправлено сообщений, есть ли вопросы от канцерегистра по отправленным данным, может быть, какие-то письма пришли от канцерегистра, соответственно, на них можно ответить, список всех пациентов, которые когда-либо были направлены в регистр со всеми данными, маска ввода диагностического сообщения для ручного ввода, обзор всех сообщений по пациенту в центре анализа данных, полуавтоматический анализ первичных опухолей, полуавтоматический анализ лучшей информации, то есть если у нас несколько сообщений из нескольких лечебных учреждений, где классификации немного разные, то, соответственно, система обучаема, она выбирает более четкий диагноз, поставленный впоследствии, либо, если система не знает, что делать дальше, эта запись баз данных уже появляется у работника канцерегистра, который сам принимает решение о том, какой же из записей отдать преимущество при формировании отчетности. Таким образом, результатом всей этой работы будут конференции, куда приглашаются все работники, опять же, мы сегодня слышали в Омске, приглашаются все медицинские учреждения и обсуждается, кто и где, и на каком месте, и почему. И самое главное, это четко анализировать данные не только по смертности и заболеваемости, но и действительно смотреть, насколько отличаются контингенты пациентов, как мы уже слышали сегодня, сельские или городские, в какой стадии, в каком возрасте, типа оперативного вмешательства. Это настолько большое количество параметров, что анализ – это очень сложная вещь, об этом нельзя забывать. Я думаю, многие знают, что наиболее сложные случаи, как правило, оказываются в наиболее квалифицированных клиниках, но при этом все равно не всех удается спасти, поэтому смертность – не факт, что показатель однозначный качества лечебного учреждения. Благодарю за внимание. Добро пожаловать в Любик. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот такая регистрация для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими заболеваниями предусмотрена в Германии? Да. Да, есть регистры инсульт, инфаркт и так далее и тому подобное. Понятно. Спасибо. Я лично принимаю участие в создании, допустим, регистра эндопротезного, то есть по протезу колена и бедра. Потом есть общий федеральный регистр искусственного оплодотворения. То есть, по-другому говоря, если пациент обращается в лечебное учреждение, то вся информация о нем регистрируется в базах данных, так? Да. И присваивается код специальный, один, куда бы он ни обращался. Вот этого, к сожалению, нет. Это запрещено именно как раз-таки для того, чтобы исключить возможность объединения данных различных регистров с целью иметь профиль человека со всеми его заболеваниями. Это противоречит. А вот вы говорили о едином коде в онкологическом регистре вашем. Да. Там это есть? У нас есть свой собственный номер пациента внутри канцеррегистра. Понятно. Но этот номер пациента нам никак не поможет выяснить, имел ли этот человек когда-либо операция искусственного оплодотворения или это... Ясно. Так сказать... Понятно. Спасибо. Закрыты отдельные системы, именно как раз-таки, исторически в том числе обусловленные, чтобы не создать возможности начать классифицировать людей по тем или иным параметрам со всеми вытекающими оттуда негативными последствиями, связанными в том числе с трудоустройством, с возможностью застраховаться в медицинской компании и так далее и тому подобное. Еще вопросы коллеги. Махтанг Михайлович. Сколько ежегодно регистрируется в вашем регистре первичных случаев? Из какой населения? Из злокачественных опухолей. И какое население? Вот это, так сказать, не моя прямая работа в цифрах. Если я не ошибаюсь, порядка 27 тысяч в год. Население нашего субъекта федерации 2,3 миллиона. На 2,5 миллиона 20 тысяч. Так и должно быть, в принципе. Валентин Саныч часто приезжает в Россию. Он один из преподавателей команды «МАИР», которая проводит циклы по регистрации рака здесь. Большое спасибо вам за то, что вы сегодня представили свой доклад. С удовольствием. Вам спасибо за внимание.